Ну, если через 20 минут не уходит, то да. Ну, в принципе, можно такие меры, если они свои усиливаются. Есть три минуты, приходит, это без слов. Дай от меня, беру меня дальше. Всем привет, с вами Анатолий Андреевич. В этом видео будет полная жесть. История, которая произошла со мной и моими друзьями в магазине IKEA, заслуживает особого внимания. Мы не собирались провоцировать охрану, снимать видео. Мы просто сидели и общались. И тут произошло это. В чем проблема? Запрещено сидеть? Повторите, пожалуйста. А вы кто, представьтесь, пожалуйста. Ну, вы кто к нам подходите? Ребята отдыхают, в чем проблема? Вызывайте сотрудников полиции. Хорошо. Будем ждать. В чем они нарушают? Не дает сидеть на кроватке. Нельзя, да, сидеть на кроватке? Да, запрещено. Тут определенное время дается на дегустации кровать. Нет. В чем проблема? Нет. В чем проблема? В чем проблема? В чем проблема? Все хорошо. Все прекрасно. Только урешайте покупателям совершать покупки сейчас. А кто хочет покупать? Смогут. Смогут. Нет, не смогут. Как это они смогут? Ну, моментально. Они к вам не приедут. Мы такие же покупатели, как эти покупатели, по которым вы говорите. В данный момент вы не являетесь покупателем, потому что вы все нарушаете правила магазина. Ну, какие правила вашего магазина? Можете пройти и читать? Ну, это правила вашего магазина. Мы какой-то закон нарушаем или что? Что есть? Мы какой-то закон нарушаем? Вы можете их придерживаться, а не противоречить Конституции Российской Федерации. Если наши покупатели нарушают правила включения магазина, то просим их покинуть этот магазин. Сейчас, в данный момент... Это незаконно. Просите. Ну, потому что люди протестируют кровать, что в чем проблема? Они ногами лежат на них или что? В данный момент вы мешаете покупателем. Ну, чем мы мешаем? Кому? Хоть один покупатель сюда подошел? Ну, наверное, сюда охрана не просто так подошла сейчас. То есть, кому-то надо, а не подходит? Да, охрана сюда подошла не просто так. Хорошо. Она подошла, потому что покупатели пожаловались на то, каким образом вы себя здесь ведете. Каким образом? Вы можете пройти в авиапарк, там посидеть, спокойно отдохнуть и дом не будет мешать. Каким образом вы себя вели? Уже что-то интересное началось. Смотри. Что мы вы творяли здесь? Ну, мы сейчас не будем решать. И даже ценники загораживали. Не давали людям спорта. Как минимум, вы сейчас лежите на тех товарах, которые лежат специально для того, чтобы покупатели могли увидеть, протестировать. Пытаемся с вами нормально поговорить. Пытаемся с вами на конфликт? Нет. Спокойно сидим, ничего не нарушаем. Вот в реальности мы бесились. Мы сидим и разговариваем между собой. Прекрасно. Что мы делаем? Мы не ломаем ничего. Покупатели, еще раз говорю, не могут подойти. Ни одного покупателя здесь даже не проходило. А если кто-нибудь подойдет, мы им... Он подойдет, посмотрел, посмотрел. Вам элементарно сейчас покупатель даже не сможет подойти, потому что... Сможет. Скажите, пожалуйста, причину, по которой вы не хотите отправить? Ребята тестируют. Что тестируют? Кровать. Это когда причина будет? Он покупатель тоже. Человек-покупатель. Хорошо. По покупателю, если вы себя ведете, вы можете пройти в отдел для того, чтобы выписать эту кровать. Так он еще не понял, подойдет она ему или нет? Через сколько вы пойдете, подойдет она вам или нет? А есть какие-то ограничения в этом? Есть ограничения в том, что должен быть здравый смысл при посещении любого общественного места. Охрана, как минимум, уже у вас работает не по регламенту. Они не представились, ничего не уяснили. Ну, если охрана у нас не является полицией, для того, чтобы представляться, давайте начнем с этим. Она обязана представляться. Я с кем... Ну, ко мне охранник подойдет, скажет, любой человек подойдет, скажет, что идите с кровати. Это кто для меня? И вы не встанете? Нет, я не встану. А если охранник представился бы, попросил вежливо, тогда это одно. А он сказал, я буду применять силу. Все записано. Вот люди хотят посмотреть, вы стоите за коллеги в путь, они просто боятся сюда пройти. Они из-за вас боятся. Мне кажется, они больше из-за вас боятся. Вы стоите за коллеги в путь, посмотрите, вы стоите за коллеги в путь. Вон, люди все обходят в вас, потому что они реально боятся. Что вы тут сидите? Да причем тут мы... А не видят, что охрана стоят? Что-то произошло, убили человека, наверное. Преступление объекта. И думают, блин, сейчас еще плен и нам достанется. Это еще за вас. Если у вас тут не было, то не было у меня, и все было нормально. Кто-то у нас трелок. Ребят, у меня вопрос. Для того, чтобы не создавать комплект, для того, чтобы создавать какую-то прецедентную ситуацию, скажите, пожалуйста, сколько времени вам потребуется для того, чтобы насладиться этим интерьером, протестировать эти товары и покинуть этот интерьер? Возможно, еще минут 20. Через 20 минут у вас здесь не должно быть, правильно я понимаю? Ну, предположительно. Плюс-минус. Это не точные числа. Мы можем утипать через 5 минут, когда мы определимся. Ну, если через 20 минут не уходит, то да. Будете полицию вызывать? Уже вы сказали, мы сейчас. Так вот, она пришла поговорить с нами. Ну, ну, в принципе, можно такие меры, если они свои удовольствуют. В чем проблема? В чем проблема? В чем? Ну, а вы кто-то есть? Общественный. Какой? Общественный. Общественный? Общественный? Где Костя? Вы понимаете, сколько вы имеете право меня трогать? Я не охранник, я дружинник. Хорошо. Так вы видите, что происходит? Я снимаю, снимаю. Вы ворвете мне одежду, вы понимаете это? Пошли, 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 пошли. Это 203-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. А ты в Уголовном кодексе, знаете? Знаю. Превышение должных полномочий, охранник. Это 286-я классная статья превышение должных полномочий. 203-я статья. Это 266-я. Изучите, пожалуйста, интернет. Вам показать? Мне ничего не нужно показывать. Пацаны, вызывайте полицию. Я сейчас вызываю полицию. Вызывайте. У вас никто не спросит? Вы не врубите, конечно. Сейчас, кстати, от вас... Потому что вы сейчас не врубите. Пожалуйста, ребят. А? Я взял, взял. Взял. Оу, май. Оу, май. Вот это вот, вот эта волосмачка превышения от автоступных полномочий. Вы не имеете права меня задержать, не понимаете? Сейчас полицию вызовем. Вы не имеете права меня задержать. Чё меня толкаете? Я не понял. Ну, рот, блин. Ты как дебушина. Кому тебе ***? Контент подъем. Почему не правы? А? Почему не правы? Человек сидел, тестировал кровать. Почему вы так говорите? Я не говорю, я просто спрашиваю. Вот это вы думаете нормальное поведение? Видели какого? Человек сидел на кровати, а они его просто взяли толпой и вытащили. Но они сейчас получат. Силы меня забирают с ними остановить. Так, ну-ка давайте узнаем, почему вы удерживаете человека? Кость, мы вызвали полицию сейчас. Почему вы удерживаете человека? Почему вы удерживаете? Какие основания люди там? Человек удерживаете? Иди сюда. Выходи, Кость. Человек, объясните, на каком основании? Кость, иди сюда. На каком основании? На каком? Нарушение общественного порядка. Что он делает? Мы ждем полицию. Нарушение общественного порядка. Какой порядок он нарушал? Объясните мне. Мы вызвали, короче, полицию, сейчас будем сообщать. Я сам тоже полицию. Что? Он ничего не нарушал. Хорошо. Еще одна полиция подъедет. У меня зафиксировано, как в решении были доживцы помощи. Ребенка отпустите. Это не ребенка, он 18 лет. Ребенка отпустите, пожалуйста. Ребенка отпускаем. Ребенка отпускаем. Незаконное ограничение свободы. Как преступника какого-то. Дети все ругаются. Все ругаются, дети. Все ругаются, дети. Покупатели сейчас доведете. Покупатели сейчас доведете, по-моему. Что, что? Все хорошо будет. Войной, что ли? Войной, нормально. Ты что толкаешься? Ты что толкаешься? Ты что? Я толкаюсь? Да. Он тебя не толкал. Он мне сейчас плечом. У нас в видеозаписи есть. Да, показывает. Где видеозаписи есть. Прикрадите. Показывай, где видеозаписи есть. Не скандайте. Не толкал. Нас здесь все надо. Нас здесь все надо. Без причин никакой. Что? Вы зашли сюда, я не понял. Это ты подошел ко мне. Я вообще не подошел. Навиг тебе нужен, блин. Чтобы я тебе подходил. Кто ты такой? Варь. В смысле? Тебе что надо? Ты подошел ко мне спрашиваешь. Пожалуйста, пожалуйста. Ты мне нахрен не встрался, блин. Мы на моем рабочем месте тут все облипеть. Все ок. Все ок. Будет ходить. Так, Константин, что случилось? Короче, сидели мы такие в Икее. К нам приходит охрана. Говорят, уйдите, пожалуйста, в грубой очень форме. Мы такие, нет, мы не уйдем. Приходит девушка, в уважительной форме говорит, типа, уйдите, пожалуйста. Объясняет нам всю эту ситуацию и все такое. Мы такие. Ну, а и спрашивают в итоге, сколько вам надо времени, чтобы мы ушли. Мы такие, 20 минут нам хватит. Она такая, хорошо, через 20 минут у вас тут не должно быть. Мы такие, хорошо, через 20 минут у нас не будет. Через 3 минуты, как началось время, через 3 минуты приходит какой-то пи за пикой. Просто моральный урод приходит. Просто без слов. Вот сразу же хватает меня. И к нему подключается еще второй и третий. И они... И потом еще четвертый. И они вчетвером меня тащат с первого этажа Икеи. Чтобы вы понимали, их два этажа. И они огромные. Это все происходит в ТЦ авиапарк. Вот. Они меня вчетвером тащат в какую-то коморку. Причем они не представились вообще ничего. Они насильно ввели меня в этот момент. Ну, в момент, когда меня ввели. Они порвали мне куртку. Вот, смотрите, у меня тут дырка теперь. Сорвали с меня вот эту цепочку. Ну, слава богу, я ее починил. Они сломали мне телефон. Ну, типа, смотрите, какие трещины. У них для вас уже секунда. Для нас его целый день. Мы пишем уже заявление. Мы уже ждем, когда оно активируется. И я не знаю, что это. Я первый раз пишу в своей жизни заявление. Вот этот человек, как оказалось, бывший сотрудник Икеи. Он представился дружинником. Впоследствии он написал заявление, что у него повысилось давление. Вот, как вы видите, люди спокойно находятся на мебели. Для теста она предназначена. Спокойно могут сидеть на ней. Нигде ни одной таблички не указано, что запрещено находиться на какой-либо кровати, мебели или еще что-то. Вот. Так что оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. Большая просьба. Поддержите это видео. Распространяйте максимально, как вы можете только это распространить. Поддержите нас, пожалуйста. И мы поддержим вас. Пишите в комментариях ваше мнение. И если у вас какая-то произошла ситуация подобная, или может быть что-то похожее в продуктовом магазине, неважно, в любом магазине, пишите в комментарии или мне в директ в инстаграм. И мы с этим обязательно разберемся и проверим это место. Спасибо большое за просмотр. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok